Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем читать и переводить тексты из Solutions Upper Intermediate. Я взяла маленький текстик, вот этот вот, Comic Relief, что-то такое. Значит, здесь про благотворительность, мы его сейчас прочтём, переведём. Чем он интересен? Тем, что здесь тема Mixed Conditionals, смешанные условия, и я думаю, это будет интересно с точки зрения грамматики. Итак, в 2015 году благотворительная организация «Помощь от комиков» или Comic Relief, можно даже не переводить, отпраздновала свою 30-ю годовщину. Значит, anniversary, годовщина, можно даже юбилей сказать, но пусть будет годовщина. Далее, the charity. Обращаем внимание, что в данном случае charity – это не благотворительность, а благотворительная организация. И ещё. Обращаем также внимание, что название у нас стоит после самой организации. Можно ли так делать? Ну, можно так делать, но это не типичный случай. Далее, отдельного внимания заслуживает ещё само название. Потому что само по себе Relief – это облегчение, ну, во всех смыслах этого слова, а также помощь. Relief – это помощь такая, ну, скажем так, чтобы помочь выжить кому-то. И учитывая то, что перед этим стоит Comic, получается действительно прикольно. То есть, то ли комическое облегчение, то ли облегчение комика, то ли помощь от комика. В общем, здесь можно фантазировать как угодно, на это и рассчитано. Вот этим английский язык прекрасен. То есть, мы можем сделать какое-то название из чего-то, из каких-то слов, которые, поскольку каждое слово имеет несколько значений, у нас слова одни будут скрывать слова другие. И в этом-то будет весь, как говорится, фан. Едем дальше. Организация базируется в Британии и была основана группой комедийных арктёров в ответ на голод в Эфиопии в 1985 году. Итак, вот это хорошая фраза «based in UK». Когда говорится «based», при этом надо понимать контекст, что мы говорим об организации. Можно понимать как то, что она находится в Соединённом Королевстве, а можно понимать, что её главный офис находится в Соединённом Королевстве. Я скажу, что с центром в Соединённом Королевстве. Есть искушение перевести как «базируясь» в Соединённом Королевстве. Ну, в принципе, да, базируясь можно, но не о благотворительной же организации, так говорится. Далее очень интересное выражение вот здесь. Здесь у нас «passive voice», она была основана. Обращаем внимание, что у нас стоит не «founded», а «set up». Ну, «by» – это агент действия, это такое, это предлог. Здесь нам вот это интересно, «set up». То есть «set up» у него миллион значений, и одно из них – это по большому счёту «found». Не путать с «find». Далее, «group of comedians». «Comedian» – если в общем это комедийный актёр. То есть это может быть киноактер, это может быть телевизионный актёр, это может быть стендап-комик какой-нибудь, это может быть любой человек, который, ну, как говорится, комедиант. Без уточнения его, как говорится, амплуа. Какого рода актёр, где играет и вообще всё такое. Далее, «in response to» – в ответ «на». Здесь это можно понимать не то, чтобы совсем как в ответ «на». То есть можно ли здесь поставить слово «answer». Ну, нет, здесь нельзя поставить слово «answer». «In response to» может ещё означать «как реакция на что-то». Именно поэтому в официальной даже переписке, когда у меня ответ, официальный ответ на моё письмо, всегда над самым началом письма пишется «in response to letter» – такое-то от такого-то числа. То есть как реакция на что-то. И далее «Ethiopian famine» – это голод. Причём это голод в больших масштабах. «They started Red Nose Day» – «a day when people across the UK got together for fundraising activities». Они основали день «красного носа». День, когда люди по всей Британии собираются вместе для сбора средств. Здесь, в принципе, всё понятно. Единственное, что вот это «started» – как-то вот для нас это звучит странно. Здесь тоже можно сказать «setup». Почему бы и нет? Но можно переводить это ещё как «основали». Кстати, насчёт «setup» – тоже можно было бы «started» поставить здесь. «was started by» группы в «comedians». Далее «people across the UK». Обращаем внимание на предлоги. То есть со всей Британией или по всей Британии. Можно было бы сказать «all over». «All over Britain», «all over the UK». Далее «get together for». Тоже классная фраза. Можно говорить «собираются, чтобы чего-то делать», а можно говорить «объединяются, чтобы чего-то делать». И так и так будет правильно. Далее вот это классное «fundraising activities». То есть они собираются или объединяются для каких-то активностей, чтобы собирать деньги. Как это вообще понимать? Когда мы видим нечто такое, это значит, они не просто собрались для того, чтобы пустить шапку по кругу и собрать там деньги. Это они организовали мероприятие, собственно, activity, для того, чтобы собрать средства. Это может быть концерт, это может быть пикник, это может быть, не знаю, там, представление какое-то, выставка. Ну, короче, кому на что фантазии хватает. Поэтому fundraising activity – это по большому счёту fundraising event. Но event – это немножко уже, потому что event – это обязательно мероприятие. Здесь party даже можно было бы поставить. Activity – это самое в общем, как говорится. То есть это может быть и party, и спортивное соревнование, и там приём в посольстве, и что угодно, буквально что угодно. Поэтому скажем, что это деятельность, направленная на сбор средств. People buy red noses, and all of the money from this goes towards comic relief. Люди покупают красные носы, и все деньги от этих покупок идут в организацию comic relief. From this – вот это this – это вот это, buy red noses, то есть от вот этой деятельности. Вот это и есть их fundraising activity, если угодно. Далее, all of the money. Можно ли было просто сказать all money? Конечно, можно. Это то же самое. И далее goes towards comic relief. Можно ли было здесь сказать to? Да, в принципе, можно сказать to, но towards звучит просто красивее. The money raised by comic relief helps people living in different conditions in the UK and around the world, and it's estimated that over 50 million people would be worse off today if the charity hadn't been set up. Деньги, собранные comic relief, помогают людям, живущим в тяжёлых условиях в Британии и по всему миру. И установлено, что более 50 миллионов людей жили бы хуже сегодня, если бы благотворительная эта организация не была бы основана. У нас, наконец-то, появилось условие. The money raised by comic relief. Вот это всё у нас одно большое подлежащее. Здесь ключевое слово the money, но money какие? Собранные. Raised – это собранные. И далее, кем, чем собранные. Обращаем внимание на предлоги. Фактически, здесь пассивная конструкция. Здесь можно было бы сказать the money which is raised by comic relief. Это было бы тоже правильно, но, конечно же, было бы длинно. Далее, helps – это, собственно, действие. Обращаем, кстати, внимание, что helps стоит и the money вроде бы множественное. Нам очень хочется думать, что the money – это множественное, но нужно всегда помнить, что в английском money – это неисчисляемое. Это абстрактное понятие, поэтому третье лицо единственного числа везде и всегда. Money не имеет множественного. Далее, помогает кому, чему, людям. И далее, каким людям? Живущим в трудных условиях. Где? В Британии. Вот оно. То есть, здесь это не continuous, это present participle. Это, по сути, оборот с present participle. Далее. Начинается следующая мысль. Обращаем внимание, у нас стоит запятая, and обычно ставится в предложениях тогда, когда надо соединить несоединимое. Дальше идет следующая мысль, которую вообще можно было вынести в отдельную фразу. It's estimated that. Очень классное начало, когда я не знаю, как начать предложение красиво. Установлено что. It's в данном случае можно не переводить, но если я вижу предложение с таким началом, It's believed that. It's estimated that. It is said that. И так далее, и тому подобное. Это очень-очень формальная фраза, это очень-очень звучит официально, и можно было бы сказать иначе, что 50 million people are estimated to be worse of today, или что-нибудь такое. Но в таком случае мы потеряли бы модальный глагол, и мы потеряли бы условия, а здесь условия надо. И поэтому поставили вот эту вот официальную, кандовую немного структуру. Далее, over – это более, то есть more than, иными словами. More than 50 million people. Далее у нас начинаются условия. Мысль начинается с главного предложения, не с условия. Условие дальше будет стоять. Можно ли так делать? Конечно, можно. И поэтому would be, мы знаем, что would – это второй conditional, то есть у нас здесь условия второго типа. Нереальное действие или нереальная ситуация, либо сейчас, либо в будущем. Поскольку здесь стоит today, значит сейчас. Далее, вот это worth of. Пусть нас не смущает. На самом деле существует выражение be well of. Оно выглядит вот так. Это когда у меня всё хорошо. Ну, то есть материально. Быть зажиточным, напишем так. Я не хочу писать быть богатым, потому что это не богатство. Это просто достойная, приличная жизнь. От well of можно образовать быть ещё более зажиточным. То есть можно здесь сказать better of. И поэтому, если можно сказать better of, значит можно сказать и worse of. Здесь я уже напишу покороче, богаче. А worse of – это, соответственно, беднее. Вот так оно строится. Поэтому здесь были бы беднее. Значит у нас пока нереальное условие в настоящем времени. Почему оно нереальное? Потому что на самом деле эта организация помогает людям, они живут сносно. Но если бы её не было, они жили бы хуже. Теперь смотрим дальше. У нас стоит if. Вот он. И дальше у нас пойдёт conditional clause, то есть условное предложение. И у нас здесь hadn't been set up. У нас условие уже третьего типа. То есть здесь у нас тип третий, а здесь у нас был тип второй. Would be. Было типом вторым. Нереальное условие настоящего времени. А тип третий – это нереальное условие прошедшего времени. И почему? А потому что у нас стоит «не была бы основана». А мы помним, что эта организация была основана в 85-м году. Поэтому в прошлом. Вот если бы в 85-м году её не основали, сейчас бы 50 миллионов человек жили бы хуже. Вот это и есть mixed conditional. То есть когда у нас последствия в одном типе условия, а условия, собственно, у нас в другом типе условия. Обычно миксуются второй и третий тип условия. То есть если бы в прошлом чего-то не, то сейчас чего-то да. Едем дальше. If it weren't for comic relief, literacy rates in Uganda would probably not have reached 73%. Если бы не comic relief, уровень грамотности в Уганде, наверное, никогда бы не достиг 73%. Здесь опять смешанные условия, но здесь всё наоборот. То есть если бы не существовал comic relief сейчас, то уровень письменности или грамотности в Уганде, Уганда в Африке находится. И далее у нас третий тип условия. Would not have reached. Probably могло не стоять. То есть показано, что уже он достиг 73%, а вот если бы их не было вообще, то когда-то в прошлом он бы этого не достиг. Вот так это работает. То есть здесь у нас второй тип условия. Вот он. А здесь у нас третий тип условия. Вот он. Probably могло не быть. А reach у нас достигать. Достичь в данном случае какой-то цифры. Далее. Literacy rate. Уровень грамотности. Здесь имеется в виду грамотность, как умение читать и писать. Поэтому literacy. Когда говорится illiterate, вот такое, это значит неграмотный. Не умеет ни читать, ни писать. Далее. And the number of children attending primary school in Africa might not have increased by 60 million if the charity didn't exist. Абсолютно та же самая структура. Весь тот же самый принцип. И количество детей, посещающих начальную школу в Африке, могло бы не увеличиться на 60 миллионов, если бы эта благотворительная организация не существовала. Опять все то же самое. Значит, у нас the number of children attending primary school in Africa. Это все одно большое подлежащее. Да, подлежащие бывают большими и длинными. Но здесь уточнение в подлежащем стоит. Вообще говоря, the number of children здесь самое главное. And вообще можно было бы не ставить. Но почему бы и нет. С and можно начинать предложение, но это надо делать очень осторожно. Здесь оно усилитель. Здесь можно было moreover поставить какое-нибудь. Далее. Количество детей, посещающих. Далее. Primary school – это начальная школа. Далее. У нас might not have increased. То есть у нас модальный глагол. Отрицание. Ну, отрицание – это опционально. А далее – perfect. То есть у нас третий тип условия. То есть в прошлом могло бы не увеличиться на 60 миллионов количество детей. То есть оно уже увеличилось. Мы уже имеем дело со свершимся фактом. Но оно бы не увеличилось, если бы чего-то там. И далее у нас стоит if, и далее charity didn't exist. И здесь у нас уже второй тип условия. То есть если бы эта организация не существовала как бы вообще. In 2015, the British public donated a staggering 78.1 million pounds, bringing the total raised by comic relief in its 30-year history to over 1 billion pounds. В 2015 году британская общественность пожертвовала невероятную сумму в 78,1 миллиона фунтов. И общая сумма, которую собрали comic relief за всю свою 30-летнюю историю, составила 1 миллиард фунтов. Более 1 миллиарда фунтов даже. Итак, что мы имеем? Значит, the British public. Ну, public, можно говорить публика, конечно, но почему бы и нет, но можно и говорить общественность. То есть здесь могло бы быть people, society, в общем, кому что больше нравится. Далее donated. Мы все знаем, что это донатить, жертвовать и так далее. И далее стоит какое-то staggering. Что это такое? Это потрясающе, то есть удивительный. Здесь можно было бы amazing поставить тоже как вариант. Можно было бы даже huge поставить, учитывая размеры суммы денег. То есть потрясающий. Ну, просто amazing обычно ставится не с деньгами и не с величинами какими-то цифровыми, а он ставится больше ну, с явлениями, с какими-то абстракциями. Ну, поэтому staggering здесь и поставили вместо amazing. Staggering лучше. Далее при переводе вылетает вот это bringing, потому что если его переводить, получается какая-то ерунда. То есть принося общую сумму собранную. Ну, в общем, ерунда какая-то. На самом деле bringing можно, конечно, игнорировать, но можно переводить как увеличивая общую сумму. Вот это the total. Это наше итогу. Обращаем внимание, что перед total стоит у нас the, то есть это существительное. Но с другой стороны мы же знаем, что total это вроде прилагательное. Здесь с нами злую шутку опять играет то, что английские слова имеют кучу значений. И the total, если оно употребляется с the, это итоговая сумма. Это не обязательно о деньгах, но очень часто именно о деньгах. Далее raised by, собранный, мы где-то уже это видели. Далее in its third year history, за его 30-летнюю историю. Его это в смысле comic relief. Это как организация имеется в виду, поэтому it's. Там можно было бы the поставить, тоже было бы правильно, если речь шла бы о людях, которые составляют эту организацию. Обращаем также внимание на предлоги. In, это за. Можно ли было бы здесь during поставить? Можно было бы поставить during, но тогда это было бы в течение 30-летней истории, а так за всю 30-летнюю историю. То есть in дает большую завершенность. А далее to. Что это за to? Мы помним, что у нас bring стоит. Bring to. Доводить до. Вот так мы его здесь и переведем. То есть доведя общую сумму до более 1 миллиарда. But it couldn't have achieved all this, if it didn't have the support of the comedians, who take part and inspire the public to give so generously. Но эта организация никогда бы не могла достигнуть всего этого, если бы не имела поддержки от комедийных актеров, которые принимают участие и вдохновляют общественность жертвовать столь щедро. Итак, у нас опять смешанное условие. It couldn't have achieved. У нас уже была комбинация perfect as might, perfect as would, а теперь еще perfect as could. Но в принципе это можно делать. Не обязательно в условиях ставить только would. Можно could, можно might. Но можно даже need ставить при определенных обстоятельствах. Итак, у нас здесь опять третий тип условия. То есть не достигла бы в прошлом всего этого. Ну, не мудрено, один миллиард уже собрали, поэтому речь идет о прошлом. All this, это в смысле вот это. Далее у нас условия. А далее didn't have support. Не имела бы поддержки. Здесь уже второй тип условия, то есть не имеет поддержки в общем. Как бы и сейчас тоже. Обращаем внимание, что support of the comedians, не from, поддержка не от комиков, а кого чего комиков. И далее take part, принимают участие, и inspire. Здесь можно говорить подвигают, вдохновляют. Здесь можно было бы encourage даже поставить какое-то. Тоже был бы вариант. И далее give so generously. Давать так щедро. Обращаем внимание, что можно вместо donate говорить give. И это тоже будет правильно. Вот такой вот текстик. Ничего вроде такого особенного нет. Ну вот единственное, смешанные условия были интересные. И, ну, есть, конечно, слова-выражения. Это само собой понятно. Итак, ссылка на скриншоты всего этого в описании видео. Ссылка на весь плейлист по Solutions Upper Intermediate, третье издание 2018 года, также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok